Привет! Не знаю, слышно меня нет. Пришел записать, посмотреть, как оно будет работать. У меня сейчас тут одновременно виртуальная машинка с Windows 7, со всеми последними обновлениями, и Ubuntu. Windows 4 бита, Ubuntu 32 бита. Ну, они как-то... Что скачал, то скачал Ubuntu. Только вчера скачал, то, что там какие-то обновления были, но я их еще не ставил. Так, что? Это интересно. Ну, то, что сейчас у меня читает три операционки, своя родная, маковская. Причем она сейчас у меня пользуется. У меня Грамму, Новости, Мейл, Аф-Сафари. Восемь табов открыто с видео, в том числе. На превьюхе у меня эти... Читать надо то, что там 60... Сколько там страниц? Может быть, 30 выходит, что ли, с этих картинок по полтора метра. Ну, короче говоря, пользуется активно Word. Вот, например, тоже. Зачем я это делаю? Даже не знаю. Интересно было посмотреть. Особенно то, что все-таки меня удивляет. Оно нормально. Достаточно шу... О, пожалуйста, шустро работает. То есть, пожалуйста, воните. Ну, да, есть заикание. Но, боже мой. Я никогда не думал, что... Уже 5 гигов так заметно меняет картину все-таки. В идее, вообще, теперь все Windows, когда только один, в смысле, виртуалки висит, уже красота. Так что тут, ну, топ-эн-офис. Никогда я им толком не пользовался. И тоже полностью поддержка всякой трехмерной, там, это и ускорение эффектов. Там еще куча всяких классных эффектов. Ну, это по умолчанию вот эта такая резина. Как бы резиновые окошки. Причем, стоит заметить. Ну, стоит, не стоит. Они недавно поменяли Ubuntu. Теперь них окошки точно повторяют, как на Mac. Закрыть, минимизировать. И, ну, Ubuntu это все еще растянуть на весь экран. На Mac это Zoom. Заменить размер окна под содержимое. Что значит, ну, не знаю, если так, чтобы было понятнее. Вот, например, я даже, наоборот, увеличил. Увеличил. Не помещается. Что делать, что получится, если я нажму. Он в Carbon, это бета-версия, поэтому, надеюсь, последняя, финальная будет. Не будет так подтормаживать. Ну, посмотрим. Не то, что подтормаживать, это как-то странное. Графика. Что он сделал? Понятно, сейчас вообще ничего не понимает, что происходит. Ровно под размер страницы. Я его уменьшу. Логичная картина. Раз. Под размер страницы все-таки оставляю, потому что, так или иначе, тулбар-то должен быть весь, иначе это как-то, наоборот, вредит эффективному, ну, как бы, пользованию функционалу. Это очень логичная, достаточно фича, обожаю. Мне очень жалко, что нет в других операционках такого. Не растягивать на весь экран, что зачем мне это надо? Ну да, он почему-то в офисе, он еще и почему-то налево сдвигает, но это уж ладно. В остальных программах он просто меняет размер. Но это так логично, боже мой. Ну, так, мелочи жизни, ладно. Safari он тоже, пожиратель памяти. Чего, ну, так, да-да-да-да. Ну, логичная ситуация, в принципе. Здесь, если нажать, сейчас попробуем, что будет. Что будет, если я ее нажму? Ну, что? Что-то подгружал. Да, своеобразно. А, ну. Нет, это не прикольно. Я Safari не самый лучший фурамидер. Просто мне, в общем-то, так освоился хорошо, минимализм не нравится. В хроме тоже кажется минимализм, но я не могу его настроить, как мне он нужен. Поиск вам. Не хочу только гулять, а что в Амазоне, в Демоноиде, где хочу там и сделать горячие клавиши. Два раза кликнул слово. Или там правый клик поисковике в другом сразу нашел. Правый клик, выбрал в менюшке. Ну, такие вещи, которые я так уже привык на что-то в Safari. Только что Роман работал. Ну, это как всегда. Только заберешь что-то показывать. Очень тоже мне нравится. Видели, как он взял быстро и закрыл в течение нескольких секунд? В Винде постоянно шканьте хрень повиснет. И через это, через Task Manager, конечно же. Причем не просто именно выключаешь программу, выбираешь его процесс, и он все равно висит. Ты его тыкаешь, убить, 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 убить. Он все равно висит. Конечно, мягко говоря, но это мне очень нравится. Это, я не знаю, это фича, как бы, всех Unix-овских систем. Если да, то это уже причина переехать на Unix с Винды. Ну, что, вот десятка, Word десятый. Что-то. Ну, они немножко, они как-то и очень похожи, немного различаются. С этим, с маковским. Да, давайте это. В Mac'е нет, оно нету такого стандартного, как в Индии. Я сейчас по половинке окошки. Это просто плагин такой мне, мультитач, дает, используя для разных вещей, например. Не буду потом углубляться. В принципе, кто знает, то узнает. Кто не знает, пока не надо. В принципе, создать новый, вставить, копировать. То, что это куча вот здесь с файлом, с меню, в общем-то. Или как это, с вкладкой файл. Оно вот туда, сверху, реализовано. Поэтому не совсем, как видно тоже, да. Вот это здесь, как-то немножко в разных шрифтах стандартных. В Mac'е 12, в Word'е 11. При этом, что-то я не могу даже сказать, что они как-то... Как это? Разного прям размера. Ну, короче говоря. Я, правда, сейчас я просто думал, как делал. Зум сделал, чтобы он был одинаковый. О. Причем, размер, честно говоря, визуально, по-моему, одинаковый. Или почти одинаковый. Или даже чуть ли не меньше. Ну, короче говоря, у шрифта имею в виду. Стили, там, вкладки немного другие. Потому что insert вот здесь у них в Mac'е. На маковской версии layout. Немного по-разному. Вот эти формулы, например. Где они формулы? Честно говоря, точно даже не помню. Оно здесь есть. Оно в Toolbar'е тоже висит. Вот insert equation. Оно были так, что он слишком сейчас узкий. Все-таки экран у меня не резиновый. К сожалению, был бы очень удобный, если он был резиновый. Но все-таки... Ну, вот insert equation. Ай, ну, менюшки. Где там? Там было. Ай, пардон. Help'е, конечно, мне ничего не нравится в Mac'е. Причем, это универсальная вещь же операционки. Что-нибудь пишешь там, не знаю, что я хочу. В стиле ставил. Мне не нужно по менюшке все это и бегать, долбаный. А сразу вот... Где есть слово стили, все, находит сразу. Великая вещь. Все-таки. Очень много мелочей, которые не понимаю, почему нету в других операционках. Я не понимаю. Почему их не реализовать, если на Mac'е они так хорошо идут? Так, вот этот у меня. Так, в общем-то... Оказывается, он сейчас ограничивает. Просто включил. Повипендриваться, видимо. Вот он i9. Вот он Firefox тут. У меня и тут Firefox. У меня Firefox и Chromium. Очень мне, кстати, в i9 понравилось. Это, например, Apple. То же самое просто. Во-первых, это как в Chrome теперь. Половинка того... В смысле, не вместо двух поиска и адресной строки. Теперь это одно общее, как его, одно поле для поиска и для ввода адреса. Сейчас, секундочку, может, я решил Linux закрыть. В принципе, на него показывать я больше... Я им так пользовался, но там... Так, по мелочи. О, достаточно быстро. Хорошо. Все-таки заметно быстрее все и закрывается, все прочее. Ну, а вот это, например, когда я нажимаю Zoom кнопку, вспомнить, чтобы было сворно. Он растягивается вообще на все визуально, но для некоторых программа это логично. Для других они... Сколько вот текст есть, вот если он форматирован или картинка, он под нее изменится размером. Что, мне кажется, вполне логичным. Ну-ка, давайте попробуем сейчас. Не будет слишком долго. Когеренция такой режим для... Чисто только для Windows, для вот этих параллелей в Mac. Так-так-так, сейчас оно запускает этот режим. Так, все, что ли? Угу. Выбирает... В общем-то такая... Как это назвать? Иллюзия того, что винды практически нету. То есть, вот у меня Internet Explorer 9-ый. Отдельное окошко. Причем я могу там, не знаю, там... Не могу открыть... Короче, оно такое, как обычное окошко. Вот. Я могу... Чего еще открыть, да? Вон. Ну, то, что вот. Обычное окошко в Mac OS как будто и... Даже нет ощущения, что это какое-то другого, чем сетоперы. Так, вот у меня... Нет, у меня видео. Я сейчас думаю просто показать, что... И между ними работает drag-and-drop, то есть, перетащил, вставил. В принципе, оно очень неплохо работает. Реализовано нормально. Нормально. Ладно. Пока между делом. Вот Apple, например, написал. Ладно, это History. Сразу Google Suggestions в Амазоне. Так, ну, Амазон, а Apple-ские продукции. Причем с ценой, с... Ну, тут слишком низкая... Да, пай. Слишком низкая цена, чтобы показывать. Ну, там Амазон так пишет. А так они сразу с ценой, с ценой, там, не знаю, вот, маус. Например, какая-нибудь там. Сразу с ценой, там, 20 баксов, 12, там, 13. На Bing'е. На Bing'е, кстати, Apple, конечно, особо... Он Apple Store разве что находит. А, вот так. На Facebook'е сразу ищет Apple. Я могу кому-нибудь... Это... Друзей здесь сразу. Ну, вот, кто у меня в Facebook'е. В Facebook'е друзья написал. И он тут появится, в принципе, ладно. Не будем терзать. На Hulu это видео. Тут смотрите именно телевидение, сериалы. И все прочее. Сразу поиск. Сразу с результатами картинки. Удобно очень. На NewEgg'е сразу тоже с картинкой. Очень классно. Ну, те и дела. Википедия та же самая. Пардон, что-то я это не звал. Так, ну... Та же самая Википедия. Тоже он находит. Вот Apple, Apple Inc. Apple Macintosh, Apple 2. Я могу просто тыкнуть. И, в общем-то, он меня сразу туда и отсылает. На эту же страницу. Очень удобно. Очень поиск. Пока что в i9. Просто, по-моему, лучший из всех браузеров. Я даже не шучу. Давайте посмотрим. Safari. У меня сейчас приоритет, когда я работаю с виртуальной. Ну, я поставил себе, чтобы приоритет отдался виртуалке. Все-таки. Если я что-то делаю виртуалке, наверное, что-то я... Я в ней что-то хочу делать. Тоже меняется, но... Ладно. Еще мне нравится. Ну, конечно, сейчас выглядит странно. Это подторможено. В виртуальной винде мультитач работает... Ну, как что Windows поддерживает, то работает. Он работает значительно лучше, чем... Он вообще существует. Потому что, если поставить Windows просто как вторую операционку на этот... Ну, Apples. На Mac, то они... Там нету, будет не быть никакого мультитача. Что у Microsoft никакие общие... Я не знаю, может, там есть... Ну, короче, реально. Но ни какого мультитача не дождетесь. Нужно покупать конкретно брендовые, там, не знаю, всякие. И то толку от него, честно говоря. Причем я говорю то, что... Типа, к чему... Скролл. Такой, с инерцией. Видите? Да. Ну... Почему-то он не очень хорошо скроллит. Видимо, как в когеренции он помедленнее работает. И, видимо, скролл, поэтому он не хочет хорошо показывать. У тебя в Safari у нее тоже есть плагин, который подобно делает. Но на Амазоне он так не ищет тоже. Там, не знаю, Apple. И так вот, сразу сайты. Ну... Так-сяк, короче говоря. Ну, а идея мне понравилась. Только раз в том, что он... Запуск... Первый раз запустил... Нет, нормально. Потом второй раз запустил, повис. Третий раз запустил, повис. Так, раз пять повис. В конце концов, отвис. Нормально работать начал. Ну, такие дела, наверное. Какое-то бестолковое видео. Но так потыкать заодно и порадоваться, что... Ой, все-таки 5 гигов оперативки. Это просто обпупить нельзя. Красота. Абсолютная. Абсолютно серьезно. Потому что все так нормально, шустренько работает. Очень хорошо. Ну, в общем-то, вот так. Так. Спасибо.